И снова здравствуйте, всем привет! И снова Maya, снова Blender. Давайте дальше продолжать сравнивать, как здесь всё происходит именно с ригами. В этом ролике давайте рассмотрим Inverse Kinematic. Итак, вот такой персонаж. Отключим самого персонажа и включим видимость только костей. Так, зажатое колёсико. Вот так всё подводим. Можно пробел нажать, выйти вот в полнометражный такой, сказать, стиль, вид. И Alt, левая кнопка мыши крутим, Alt, правая кнопка мыши переносим и так далее. Так. Назначаем Inverse Kinematic вот этим костям, ногам сначала. Находим, так, это я закрою. Где найти, опять же, скелетон, так, Rigging открываем и находим скелетон. Нажимаем левой кнопкой мыши, правая кнопка мыши. Находим скелетон, нажимаем левой кнопкой мыши и колёсиком жмём на полоску. Так, вот у нас появилась вот скелетон. Это Orient Joint, долой пока. Вот тут такая опять окошко. Теперь вот находим Crite Ick Handle, вот это Inverse Kinematic. Нажимаем на неё, ничего не включаем, просто нажимаем вот на эту косточку и на эту вот нижнюю. Так, смотрим теперь, что произошло. Вот теперь нога у нас поднимается. Вот такая штукенция. То же самое делаем и вот с другой ногой. Снимаем выделение, опять же, Crite Ick. Смотрим тут настройки какие, что включено, вот, чтобы вы увидели. Две галочки. Ротация Planet включен. Ну, словом, как в прошлый раз я включил, то же самое осталось. Жмём Ик, нажимаем теперь на эту косточку и на нижнюю ноту. Смотрим, проверяем, всё сгибается. Так, то же самое с руками. Жмём теперь вот на эту косточку, вот на эту и жмём вот на эту. Смотрим, смотрим, что да как. Вот, всё тут сгибается, всё нормально. Теперь жмём, опять же, Crite Ick Handle, снимаем выделение и жмём вот на эту косточку и на эту. Это уже кисть. Проверяем, всё сгибается, всё нормально. Так, теперь нам нужно вот эти вот поставить контроллеры на колени и на локте. Ну, на локте, не знаю, нужно, нет, но на ноги не помешают. Вот, заходим теперь в курвы, вот в эти. Здесь у вас, если стоит на анимации, то заходите в курвы. И давайте вот, ну, так, делить, давайте кубы поставим вот эти. Так, теперь разворачиваем Alt, левая кнопка мыши вот в такое положение или пробел, переключаемся вот в ось X. И здесь можно их перекрутить с помощью вот этого ротации. Перекручиваем. Пробел в эту теперь входим в функцию. И теперь, если на английский вы переключились, можете использовать горячие клавиши W и E. Так, поднимаем кверху и вот так вот в бок отводим Alt, левая кнопка мыши. И выбираем этот куб, если не выбрался. Так, что тут у нас стоит? Вот в это положение его поставим. Это у нас, так, комбинация, короче. Это не ребра и не полигоны. Однозначно это, что это такое? Select by the material. Короче, вот такая штукенция. Теперь давайте переключимся вот в этот вид. Это Z-ось у меня. Выберем, опять же, вот этот куб. Сделаем Ctrl-Shift-D, дубликат. И перетащим его вот на это колено. На колено, опять же, когда вы перетаскиваете, то зажимаете V английскую. И она улучшится вот к этой кости. Раз, всё, залучилось. Так, что ещё нужно сделать? Ну, пока давайте ноги настроим. Так, вот таким вот образом переключимся в этот вид перспективы. Выберем теперь Reshift вот эти кубы. И теперь зайдём в Edit, найдём Delete by Tape и удалим историю вот этих кубов, квадратов. Ну, а теперь их нужно просто привязать вот коленям, чтобы они тут колени крутили. Давайте посмотрим, как это делать. Так, когда они у нас вот так вот выбраны, давайте зайдём в Modifier и найдём Freeze Transform Tools. И здесь переключимся на Reset Setting. Вот так. И нажмём Freeze Transform. Так, это дело нажатое. И попробуем ещё раз удалить By History. Так, ну, на всякий случай. Теперь нужно их привязать. Выбираем одну, вот это один куб и Reshift. Нажимаем вот на эту, как её называется, пивот, не пивот, пустышка что ли. Ну, вот эту кость. Здесь есть такая типа пустышка. И нажимаем Constraint и находим Poly Vector. Нажимаем на куб. Смотрим, что да как. И жмём Apply. Так, проверяем. Теперь это можно закрыть. Выбираем куб. Поворачиваем и смотрим. Вот теперь колено следит за этим кубом. Так, тоже самое можно сделать с этим кубом. Привязываем через Shift. Вот. К этой штукенции. Inverse Kinematic. И жмём Control. Так, Poly Print. Так, Constraint и Poly Vector. Вот это уже у нас настроено. Давайте теперь нижний вот этот Constraint добавим. Но это уже пусть будет, давайте, сфера. Так, подгоним её вот сюда. Вот таким вот образом. Можно её немножко, Skyl, уменьшить. Вот до таких размеров. Теперь нажимаем стрелку, выделение снимаем. Так, выбираем полигоны. Выбираем теперь Move. Выбираем какие-нибудь вершины вот эти вот. И вот так вот вытянем. Тут тоже задние вершины выбираем. И вот назад вот так вытягиваем. Здесь теперь нужно сделать дубликат. Чуть-чуть выше её приподнимаем. Вот так вот. И дублировать её вот на эту сторону надо. Находим теперь Edit. Находим Duplicate. Специальный. Special. И ставим копию. Вот здесь. Вот на эту копию. И жмём Apply. Теперь всё это дело перетягиваем вот сюда. И оставляем. Так, это можно закрыть. Но теперь нужно вот это вот привязать вот к этой кости именно к Inverse Kinematic. Выбираем теперь вот этот Constrain. Вот этот. И через Shift выбираем вот этот Inverse Kinematic кость. И жмём опять же Constraint поли-вектор. Проверяем, что у нас получилось. Вот нога у нас поднимается. Ну вот нужно, чтобы ещё вот эта передняя часть тоже была привязана вот к этому Constrain. Давайте теперь вот этой штуке назначим Inverse Kinematic. Так. Снимем выделение. Жмём Crit X. Handle. Выбираем вот эту косточку. И выбираем так. Давайте вот эту. Вот теперь выбираем вот эту вот типа пустышку. И через Shift выбираем вот эту. И жмём опять же Constraint поли-вектор. Нельзя так делать. А если нажать P, что получается у нас? Она привязывается, но не туда. Так. Попробуем теперь вот так. И нажмём Constraint поли-вектор. Вот теперь мы ногу можем поднимать. Так. Смотрим теперь, что у нас получается. И ногу можно крутить. Ну вот так вот уже нормально. Так. Что у нас с подложкой с этой? Ну вот уже хорошо. То же самое делаем и на той ноге. Так. Время пока не буду тратить. То же самое делаем с локтями. Ну давайте позвоночник теперь попробуем настроить. Так. Сначала давайте Inverse Kinematic на руках настроим. Вот так. И ещё раз Inverse Kinematic. Вот эту косточку и вот эту. Всё сгибается. Всё нормально. Так. Тут что у нас? Тут тоже всё сгибается. Нужно добавить теперь, наверное, опять сферу. Сделаем ей немножко S. Цилиндр вот этот. И поднимем его до таза. Вот сюда. Следом что делаем? Делаем Ctrl Shift D. И поднимаем ещё вот сюда. Можно теперь V нажать и залочить, чтобы он прирос именно вот к этой части. Во. Вот так вот. Выбираем теперь этот циркл и жмём Ctrl Shift D. Поднимаем его также кверху. И V английская. Опять же, чтобы он прирос вот к этому, к этой кости вот позвоночника. Ну, а нужно теперь всё это дело повязать. Как это всё будет делаться? Давайте смотреть. Опять же, выбираем через Shift все вот эти, так, цилиндры. Вот так, вот так, вот так. А Shift не нажал. Ну, вот такая штука. Теперь заходим в модифайер. Опять же, Freeze Transformation. Что тут у нас есть? Так. Всё установлено. Reset Setting. Apply. Freeze Transform можно нажать. И заходим. Edit. Находим. Delete by Tap. Историю. Удаляем. Вот такая штука. Вот теперь выбираем вот эту, цилиндр этот. Нажимаем на позвонок. Итак, у меня что-то вот подзависло здесь, я не знаю. Наверное, что-то нажалось. Но я здесь как-то не виноват, не в курсе, да? Так, ну, это всё понятно, как вот настраиваются косточки вот эти. Вот это смоет. Также на локте. Inverse Kinematic. И позвоночник. Давайте сейчас отдельно рассмоем. Я перезагружу в новый файл. Вот так вот. Open. Don't Save. Так, теперь гражданина вот этого кости выберем. Где тут? Что тут? Короче, что-то полетело. Сейчас я удалю вот эти все настройки в папке в документах Maya. И будет по дефолту она стоять. Итак, вот персонаж. Вот так он выглядит опять же. И вот теперь косточки работают вот эти. То ли их вначале надо устанавливать. Я эту информацию не знаю. До того, как контроллеры привязывать. Так, давайте зайдём опять в ригинг. Найдём скелетоны. Так, это у нас колёсико. И нажмём левая кнопка мыши вот сюда. Вытянем. И посмотрим, как привязывается вот этот позвоночник. Давайте опять же анимация. Здесь курв. Здесь анимацию тоже поставим. И вот эту вот курву возьмём. Мов. И привяжем её вот к позвонку. Так, вот так я. Побольше сделаем одну. Вот эту штуку. Теперь делаем Ctrl-Shift-G. И вот Moff. Выбираем. Можно поднять вот сюда. Теперь Skyl. Это пусть поменьше будет. Ну, где-то вот так. И с помощью клавиши V вот так вот можно её залочить. Так, как она тут. Во. Ну, и эту тоже так же. Вот так вот. Вот таким вот образом. Так, верхнюю пока делать не буду. Теперь надо их ориентировать. Вот эти вот. Сначала выбираем вот эту косточку. Вот эту. И вот эту вот. Центральную. Так, теперь вот эту косточку и вот эту, ну, в смысле, сферу выбираем. Опять же, заходим в Select. Так, Modifier, Freeze, Transform. Выставляем ResetSetting, Apply, Freeze, Transform. И теперь удаляем историю. DeleteByTapeHistory. Вот. Теперь надо вот эту привязать вот к этой косточке. Так, вот этому так, вот этим частям нужно выбрать так, Modifier, Freeze, Transform поставить тоже. Так, вот так вот. Если выбирать, это белое становится вверх. Нам нужно сферу выбрать и вот так вот кости. И нажать Orient Joint. И по мировым их выровнять. Апли. Вот они выровнялись. Видите? Так, теперь вот эту убираем и жмем вот эту. И жмем опять же Апли. Вот так все нормально. Теперь вот эту Апли. все нормально. И нужно их теперь привязать. Выбираем вот так и жмем. Так, попробуем. Constraint и PolyVector. Так, PolyVector не получается. Значит, выбираем сначала скелет, а потом вот этот круг. И нажимаем опять же Constraint PolyVector. Тоже не получается. Значит, убираем круг, потом позвоночник и жмем английскую P. Не привязалось. Пардонте, что, в чем проблема? Смотрим. Итак, методом тыка разобрался. Вот эту нажимаем, нажимаем на позвонок и нажимаем вот это вот как раньше связывалось PointConstraint. Вот именно здесь бац связывается. Теперь попробуем вот эту вот с этой связать. Жмем PolyConstraint. Так, здесь уже что-то получается не так. А ну-ка. Ух ты, господи. Ctrl-Z 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 Снимаем выделение. Если выбираем вот этот Constraint вы видите, что позвоночник работает. Если выберем вот этот то вот он тоже привязанный оказывается уже. а нет. Так, попробуем тогда его привязать. Попробуем привязать тогда если наоборот вот таким методом и нажать P английского не получается. вот это нажимаем опять же Point контроллер выбираем только круг и он не привязан в отличие от этого который привязался. пробуем наоборот если мы сначала нижний привязываем к верхнему допустим вот так его вот как аж ломает почему-то Ctrl Z Ctrl Z если мы выберем его потом выберем вот этот позвонок и нажмем так а что тут нужно еще нажать так ну вот эту связку да тоже не связывается но если выбираем вот эту и вот эту жмем поле Ctrl она вот связывается наверное вот этот как-то должен по-другому привязываться или в принципе возможно он нафиг не нужен он же этот работает но если этот выбирать вот он так работает так Ctrl Z выбираем его выбираем TAS и смотрим дальше что тут да как это если мы выберем вот эту сферу и вот эту и вот можно крутить вот короче вот так все это здесь дело приращивается я ее маму давайте посмотрим как в Blender все это дело делается итак Blender опять же английская а Delete все удаляем подгружаем того персонажа который в прошлом ролике делался это Open Open Reset готовы кости Blender Don't Save так где-то он перенесем значит не беда сейчас найдем так что-то сегодня у меня так 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 вот он Open и давайте тут его настроим так косточки у нас есть уже выбираем кости и заходим в Post Mode выбираем вот эту косточку так вот эту косточку и вот эту через Shift Ctrl Shift C и делаем Inverse Kinematic теперь заходим косточки ставим влияние на две кости ну и в принципе все так что у нас тут еще получается следующие кости вот эту косточку и вот эту выбираем Ctrl Shift C Inverse Kinematic так опять влияние на две кости теперь вот эту косточку и вот эту Ctrl Shift C Inverse Kinematic и вот эту косточку через Shift вот эту вот Add Bone Constrain здесь тоже есть Inverse Kinematic только другим цветом будет Ctrl Z Ctrl Shift Inverse Kinematic ну и опять же ставим так здесь влияние две кости и здесь тоже две кости и не надо больше здесь никаких таких глобальных настроек колени есть в ролике тоже косточку добавляется здесь вот идет тоже привязка все в роликах об этом уже есть ну вот как это все работает давайте теперь G G так интересен позвонок да как позвоночник тут работает а позвоночник работает G нормально он все тут подключено если вам нужно что-то выбрать так то нажимайте R и все тут крутится не надо никакого геморроя что-то там добавлять что-то подбавлять просто вот он inverse kinematic если его дальше как-то еще поднастроить добавить вот здесь есть констрейны трансформация эмоцион релаксация короче то все вот гражданин работает просто после подключения inverse kinematic без всякого гомна лишнего я его маму все закрывается эта тема в следующем ролике давайте посмотрим как сделать именно раскраску весов потому что в мае это уже проблема там надо их поправлять здесь вы просто подключили и все у вас работает вот все нормально нигде ничего не вылазит в мае здесь вот тянет там короче там разрисовку нужно делать тоже вручную все все всем пока так